Какая у тебя была первая реакция, когда увидел, как Шаманов пробует читать? Диссонанс был полный. Это такой бред, конечно. Если кто не видел, то Шаманов приехал на покороны дагестанца, который погиб в Украине. Вы можете гордиться вашим сыном. Он достойно выполнил свои боевые задачи. Он носил вот такое священное для мусульман имя. Он так же себя вел в боевой обстановке, выполняя боевые задачи. Так вот, умирая в бою, тех Аллах сразу принимает в рай. Так и у мусульман, и у православных, и у идеев, и у буддистов. И там, как принято, у мусульман идут похороны, поминки. Туда приходит Шаманов, еще какой-то российский человек военный. И они поднимают руки, как мусульмане, делают дуа. Потом Шаманов толкает речь отцу, брату. Затем встает и всех начинает грузить, прочитает им проповедь, такой даават, о том, как, значит, кого Аллах сразу принимает в рай. Типа погибших на поле боя, Аллах говорит, сразу принимает в рай. Это Шаманов рассказывает дагестанцам, присутствующим на этих похоронах. Ну, это очень, конечно, нелепо выглядит. Также нелепо выглядели кадыровские всякие чуваки, типа там Джамбулатумаров, Деримханов, Иудов и прочие. Такие бородатые типы пришли и с букетами гвоздик стояли на похоронах у Торшина. Это бывший спецназовец, командир Альфы, ПСБшники, он был советником у Кадырова, он погиб в ДТП на Устном районе в Чечне. И, значит, на эти похороны поехали в Кадыровск. Вся вот эта кадыровская шужера и стояла там с этими гвоздиками. Это так же нелепо выглядит. Ну, что это за цирк был в Белгороде? Очевидно же, что это российская провокация. Неужели кто-то поверит, что два вражеских, даже не истребителя, а вертолета прилетят, разбомбят нефтебазу и спокойно улетят? Смирнов. А то, что в Украине правят нацисты, это, по-твоему, как-то менее бредовая информация. В это же кто-то верит? Не кто-то, а немало россиян сегодня с промытыми мозгами, которые верят, что Украины управляют нацистами. Что Зеленский, который никогда не скрывал своего еврейского происхождения, то есть украинский еврей Зеленский, по мнению этих людей является нацистом. И многочисленные политики, которые также имеют еврейское происхождение. Да даже если бы они не имели еврейского происхождения, там нацизмом даже не пахнет в Украине. Даже если бы они все были бы чисто кровными украинцами с обеих сторон, там все равно нацизмом даже и не пахнет. Но это же как бы на официальном уровне эту тему продвинули. Немало россиян, миллионы, миллионы россиян сегодня эту тему продвигают, в это верят. Об этом говорят с экранов телевизоров, с этих площадок концертных залов, артисты, всякие певцы. Кто только не продвигает эту тему. Почему тема с... Что это в Белгороде, с провокацией в Белгороде, почему она не пройдет? Да еще как пройдет. Путин в 99-м году взорвал дома в российских городах. Взорвал мирных жителей, которые мирно спали в своих домах. Просто, огульно, без каких-либо вообще, не то чтобы доказательств, даже улик косвенных. Просто взял, обвинил в этом чеченцев. Сказав, что вот там чеченский след. Потом облажался в Рязани, когда хотел еще в Рязани один дом взорвать. Так, для пущей уверенности. Но там бдительные, значит, жители обнаружили. В наглую зарядил, что это вообще-то было учение. Там был сахар, никакого гексогена не было. И россияне это схавали. Прошлось уже 22-23 года. И как будто бы всего этого и не было. Россияне это схавали. Почему вы считаете, что вот это вот то, что сегодня происходит, не схавают? Еще так схавают. Потом все, насчет нацистов в Украине есть батальон Азов, в котором есть бойцы, которые исповедуют нацистскую идеологию. Даже символика у них, как у Третьего Рейха, а так я за Украину. Послушай, в любой стране, вот в любой, европейская возьми любую, есть какие-то элементы с идеологией нацизма, с любой, вообще с любой крайне неприятной, отвратительной идеологией. Но есть люди, которые разделяют это, что в России их нет. Тебе показать кадры русских маршей, тебе показать, как они там зигуют, как они кричат, что Россия для русских, что значит белые там победят и так далее. Что мы не видели, что ли, всего этого. Тогда в первую очередь Россия является нацистской страной. Если какие-то элементы с такой идеологией, если они делают страну нацистской, тогда Россия самая нацистская в этом мире страна. Да любая страна тогда будет нацистской. Любая. В любой европейской стране есть эти люди. Но не так судят же по стране. Нацистская она или нет, это зависит от правящей политической элиты в этом государстве. В Украине официально в парламенте даже в самом меньшинстве не представлены вот эти вот нацистские элементы. Даже в самом меньшинстве. То есть они не являются политической силой. То, что они где-то есть там, в каких-то батальонах отдельно, что они живут там где-то, может быть где-то встречаются даже, проводят какие-то посиделки у себя в подвалах. Ну мало ли, в России они официально марши проводят. И никого это не волнует. А вот правящая элита, она определяет, какая страна, какой режим в этой стране. И вот в России сегодня правят фашисты. Это фашистский режим. Рашистский, я бы его даже так правильнее назвал. Это рашизм. Вот кого-кого, Россию как раз таки можно смело называть фашистским государством. Кто знает, дозволено ли посещать мусульманию церковь в целях экскурсии. Ламран Терн. Конечно нет, мусульманину не стоит. Церковь это то место, где поклоняются кому-то, кому-то, помимо Всевышнего Аллаха. Таково убеждение мусульмане. Поэтому такие места мусульманин посещает только в случае необходимости. Просто так, в целях экскурсии, посмотреть какие-то красоты, мусульмане не посещают такие места. То есть посечение мест в целом, оно не является запретным, но только при необходимости мусульмане посещают такие места. Продолжение следует...